Каждые полгода в Академии футбола Аланья будут проводить дополнительный отбор, так как в период пандемии не удалось просмотреть всех претендентов. С родителями футболистов, которые уже прошли конкурс, сейчас заключают договоры. Об этом рассказал директор Академии Роберт Бетаров. Также в планах руководства создать женскую футбольную команду. Футболистам создают необходимые условия для их развития, чтобы в поисках других возможностей талантливые спортсмены не уезжали в другие регионы. Также с нового года возрастет число обучающихся со 100 до 120 человек. С футболистов старшей возрастной группы создадут команду для участия в чемпионате республики. Роберт Бетаров отметил, что сейчас в Академии есть футболисты, которые в будущем могут успешно выступать за главную команду. Несмотря на условия Академии, не хватает дополнительного поля и тренажерного зала. Эту проблему руководство республики обещало решить в ближайшее время. Из-за сложной эпид-обстановки отменились и российские футбольные турниры. Однако в планах провести ряд контрольных матчей с Академией соседних республик. Окончательно сформирован и тренерский состав. Более 45 человек прошли через собеседование с главным тренером. Главный тренер всех просмотрел. И наиболее лучших на сегодняшний день, по его мнению, они сегодня в Академии. Это у нас 8 тренеров по возрасту, 2 тренера вратарей, 1 тренер реабилитолог по физподготовке, ну и сам главный тренер. Уже прошел у нас семинар, специалисты из Краснодара приезжали, проводили семинар. И получат наши специалисты не только Академии, но все тренеры школ наших спортивных присутствовали здесь у нас в Академии и получили большой опыт, получат сертификаты. Дальше у нас будет проходить уже лицензирование, подтверждение тех лицензий, которые есть у тренеров. Уже в будущем, через месяц-полтора, мы планируем еще повысить квалификацию тренеров категория «Б» юношеская.